МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Я наконец-то вернулся в школу ЮТВ. Здорово! Много мультфильмов, наверное, посмотрел Ильяс, пока не ходил на занятия. О них сегодня ребята поговорили с дядей Костей. Именно так они называют преподавателей дисциплины язык экрана. Сегодня с Константином ребята обсудили очень серьезную тему – влияние телевидения на детей. Говорили о современных телепередачах, мультфильмах и персонажах. У летчиков есть стаж летный. Я пролетал 800 часов, он считает. А сколько 500 с телевизором пролетает? Я раньше смотрела, а я не смотрела. Раньше? Ну, давайте, давайте, давайте. Вы, наверное, сейчас тоже задумались, а сколько же времени вы смотрите телевизор? А главное, что смотрите? Каждый ребенок очень много проводит времени за телевизором. Там очень много эгоизма, злости, агрессии. Дети, они набираются всего, что там видят, и переводят все в реальную жизнь. Это подтвердил эксперимент. В США в 60-х годах ученые решили провести эксперимент. Один психолог позвал 9 детей. И он, там стояла высокая кукла с размером взрослого человека. И он начал эту куклу, ну, там обижать. А другие дети, которые не видели, они напоили его чаем, вели себя хорошо. Константин предложил ребятам вспомнить мультики, в которых нет агрессии. Каждый должен был не только назвать мультфильм, но и защитить его. Ребята вспомнили такие мультфильмы, как «Смешарики», «Холодное сердце», «Май литл пони». А когда Алексей назвал мультфильм «Барбоскиной», возник спор. Тогда «Барбоскиной»... Барбоскиной. Агрессивный мужчина? Ты, кстати, да. Очень-очень. 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 Очень-очень драк. Нет. Там даже в одной серии гипноз применялись. А, они еще все разбили. Опять? Когда был ремонт, ремонт. Ребята рассказали про свои любимые мультики и персонажей. Когда они задумались над тем, какой у них характер, как они поступают с друзьями, выяснилось, что, казалось бы, даже безобидный мультфильм может быть жестоким. Мои любимые мультики – это «Губка Боб», «Гравити Фоллс» и все фантастические мультики. Мы остановились на мультике «Губка Боб» и на нем мы смотрели, какие герои там, какой у них характер, или кто добрый, а кто злой. Каждая рыба, окунь или другая либо рыба, она все время обижает другого, который мельче его. Взрослый-то уже понимает то, что так нельзя делать, он уже воспитан, а ребенок еще все только начинает учиться жизнь. Когда он их смотрит, он учится всему тому, что показывают в агрессивных мультиках. К примеру, взять «Губка Боба», его дети смотрят и набираются плохих привычек. Сквид, он всегда грубый, а Спанч Боб с ним как бы довольный, он с ним как брат. Я их не смотрю, потому что они агрессивные. Хоть это и мультик, но там все равно указано, только в мягкой форме. Для всех зрителей это как будто бы смешно, ну да, это смешно, но вообще-то это плохому учит. По итогам занятия дети пообещали дяде Косте, что начнут отличать положительных персонажей от отрицательных и не копировать их поступки. А Ильяс рассказал всю правду о том, какие мультфильмы смотрит он. Я смотрю «Губка Боб», но иногда некоторые каналы, где там страшно или что-то еще, я их переключаю. Я пугаюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...